здравствуйте дорогие мои денек добрейший всем сегодня у нас 8 число воскресенье мы сегодня выходим из холода все прошло замечательно как обычно состояние было весь город вообще окрыляющее замечательное язык был все время чистый организм довольны спасибо тебе этой новой технологии которую я применяю в общем особо говорить нечего потому что неделя это вообще ничего практически для голодающего который уже много отголодал неделя это мелочи жизни честно вам скажу сегодня выходим веса у меня прошло ну вот здесь я буду вот это у меня здесь появятся картинки с моим весом вот нашла пятьдесят шесть и четыре сегодня я утром взвешивалась пятьдесят шесть и четыре у меня вес значит я потеряла получается шестьдесят один пять было на входе это полтора килограмма и три шесть полтора и три шесть математика у нас вообще на голоде беда прямо какая-то так вот посчитала посчитала получается зашла шестьдесят один и пять вышел пятьдесят шесть и четыре получилось 5 килограмм 100 грамм то есть за 7 дней я потеряла 5 5 килограмм прекрасный результат но самое главное в этом всем деле не набрать их после правильно ну мы уже знаем как питаться то есть буду подробнее еще об этом много рассказывать читаем опять же инсулиновый индекс потому что там важная информация по поводу для чего и как нам и вообще зачем питаться но поговорить я собственно хотела о другом совершенно хотела я поговорить об аутофагии то есть это теперь раскрученная модная тема которая на каждом углу все кричат и радуются ну давайте поговорим об этом собственно зачем нам вообще это нужно как бы знать об этой аутофагии то есть это для чего на самом деле мы вообще голодаем то есть этот процесс аутофагии это то состояние организма для которого собственно и голодаем мы мы не голодаем ради голодания или ради сбрасывания веса но конкретно я хотя это очень приятный бонус что ты моментально и быстро без ущерба для организма сбрасываешь сбрасываешь лишний вес такой аутофагия это такой интересный процесс который буквально совсем недавно был документирован потому что появились носить новые микроскопы замечательные там мы теперь видим жизнь нашего внутреннего мира крупным планом вот в шестнадцатом году если нори осуми получил за это нобелевскую премию всем известно потому что очень раскручена эта тема в интернете на самом деле я не знаю почему почему например нашему николаеву не дали нобелевскую премию потому что он бог его знает сколько лет тому назад если у нас сейчас 18 и он еще с сороковых этим занимался то есть это прошлого лета с сороковых годов и в теме николаева это всегда то есть называлась современный а по кто слово называлась эндогенным питанием то есть это все же все 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 то же самое всегда говорил николаев единственное что у него не было видео съемок как это все происходит а так вот то же самое говорил что клетки подъедают мертвые свои части дефективные части там то все все это весь этот процесс был описан и так что же у нас такое аутофагия по книжному это называется регулируемый и упорядоченный процесс который разрушает компоненты дефективные компоненты клеток и уносит их на переработку то есть в процессе аутофагии все дефекты какие существуют в клетках клетки злокачественные клетки мутировавшие клетки всяческие там не доделаны переделаны все дефекты существующие внутри организма в процессе аутофагии перерабатываются в аминокислоты обратно разлагают их полностью там процесс у меня в блоге читаете более подробную информацию более более сказать более научную сейчас я хотела в другом контексте говорить об аутофагии но нужно понять что это вообще такое сначала то бишь все это перерабатывается обратно на аминокислоты и уже правильные аминокислоты которые там все эти дефекты устранены обратно отправляются на достройку чего-то если нужно если не нужно если это совсем дефективно она полностью уничтожается мы знали раньше как бы еще 70-х годов там всем стало по моему официальную медицину вошло понятие апоптоза это несколько другой процесс это апоптоз это запланируемая запланированная смерть клетки то есть и уничтожение ее соседями и либо специальными макрофагами либо макрофагами либо соседскими клетками она поедается то есть это когда клетка умирает в естественном процессе то есть она жила-жила умерла вот соседи ее подъедают точно так же и либо макрофагии это апоптоз это у нас было известно но это как бы естественный процесс течения жизни номерли нас похоронили нас слушали червячки и нормально точно также и с клетками у нас происходит внутри но аутофагия это совсем другой процесс этот процесс возникает в момент стресса организма то есть когда организм очень сильно стрессует он ну а стресс у нас что собственно что у нас собственно является стрессом для аутофагии голодание потому что ну как бы это это естественное состояние организма но не такое частое но оно заложено в нас природы этот апоптоз заложен у нас природы то есть когда мы голодаем организм изыскивает резервы как ему кормиться собственно где ему брать что и зачем поэтому он отличается от апоптоза потому что потому что это непостоянный процесс то есть когда у нас в течение нашей жизни если мы ни разу не голодали у нас происходит апоптоз то есть своевременное уничтожение мертвой клетки потому что если бы они умирали и не уничтожались бы мы бы тоже умерли от захламления дохлыми клетками но это если бы не голодали но в процессе вот стресса в процессе конкретное голодание включается процесс апоптоза то есть а он и и и чем он хорош собственно о чем вообще почему о нем такая шумиха идет что этот процесс никогда не использует в этом в своем питании то есть организм во внутреннем питании никогда не использует здоровые клетки здоровые клетки остаются абсолютно цельными невредимыми и только получают удовольствие уничтожаются первым образом естественно жировые то есть оттуда вытягиваются запасы гликогена что-то там дефекты какие-то там выбираются потом начинают уничтожаться там кровяные клетки дефектные клетки мышц новообразование если не дай бог они у нас есть вот это вот все и для для нас это чем это нам полезно это очень хорошо потому что мы живем в мире и в течение стольких десятилетий когда была пропаганда углеводного питания мы очень много недополучали белковой пищи у нас организмы строятся из дефективных белков в основной массе то есть клетки наши точно также почему мы все жутко больные начиная с младенчества и совсем нездоровые потому что мы недополучаем белка и вследствие смотрите опять же о белке у меня на блоге читайте там очень много интересного они строятся дефектные то есть когда не хватает какой-то аминокислоты клетка ее как бы замещает каким-то там штучечкой замещает ее но это уже не тот белок в котором правильная цепочка всех аминокислот пива все это уничтожается процессе аутофагии вот эти вот все дефекты которые мы накопили благодаря нашим неправильным питанием они уничтожаются в процессе аутофагии то есть это на самом деле это совершенно магический волшебный процесс потому что мы путем этого можем очищать то есть тот самый процесс очистки организма ненужных и дефективных деталей это вот есть голодание благодаря аутофагии мы в руках имеем реально настоящий волшебную палочку и или там эликсир молодости я не знаю процесс аутофагии который все удаляет и процесс потом выделения стволовых клеток все это в купе то реально настоящий по сути к теории то есть как посмотрим на практике когда мне будет 150 лет или 200 мы посмотрим на практике эликсир молодости это или не эликсир она уже можно будет с уверенностью сказать что вот она вот она панацея всего но интересные интересные вещи например в современных исследованиях обнаружили что процесс аутофагии также может включаться на кетозном питании к этой диеты да и на тяжелых физических упражнениях причем как они сами ученые пишут на экстремальных физических нагрузках но потом почему-то добавляют что еще и при занятии тяжелой атлетикой определенных каких-то условиях но по мне это совершенно непонятно и сейчас сейчас объясню почему то есть он не может по мне этот самый процесс аутофагии не может включаться не на кето не на физических нагрузках почему вот я объясняю что такое как как запускается процесс аутофагии мы тоже уже наслышаны я так думаю поэтому долго не буду объяснять вкратце скажу что процесс аутофагии запускается в тот момент когда в организме прекращается доступ к внешней глюкозе то есть так как у нас практически перерабатывается в глюкозу все наши углеводы и белки частями это перерабатывается в глюкозу и вот когда мы закрываем доступ от внешней глюкозы организм несколько дней значит выбирает эти резервы потому что в печени достаточно много хранится этих вещей всех вот организм изымает все быстренько 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 все резервы изымает поэтому на первых днях например голодание может резко повышаться уровень глюкозы в крови и это известный феномен как бы и некоторые люди пугаются говорят да как так вот кстати с нами вместе голодала еще одна девушка девушка подруга наша и она говорит она сидела год на кетах и она вот как раз говорит у меня очень повысился сначала очень повысился уровень глюкозы а потом потом сильно упал очень вот это где-то к третьему дню голодания когда организм вынимает уже все вынув уже из загашников все резервы свои глюкозные и они вот в момент окончания уровень глюкозы в крови сильно падает вот из-за чего мы можем иметь например на какой-то там ну это в зависимости опять же говорю у кого у кого сколько запасов этой самой глюкозы бывает что и на на четвертый день она только заканчивается бывает что на 5 по-разному случается но вот в тот день когда организм исчерпывает все запасы и у нас очень резко падает уровень глюкозы в крови то есть нас может подташнивает состояние головокружения слабость и так далее это вот именно тот самый это та самая точка перехода на аутофагию то есть раньше это называлось процесс перехода на эндогенное питание спасибо нашему николаеву он знал это я не знаю каким божеское проведение или что откуда он это знал потому что вы этого не видел документально он только это наблюдал в процессе практической своей деятельности и вот и вот это самое вот эта самая точка у нас падает резко глюкоза если ее измерять и после этого наконец-то организм включается этот самый тумблер и он переходит на процесс аутофагии вот это мы поняли откуда берется собственно процесс когда кончилась глюкоза он начинает изыскивать и использует резервы когда резервы глюкозы заканчиваются он начинает искать другие способы где же ему и чем наконец-то питаться потому что мы же не можем не питаясь мы же не умираем то есть значит он где-то это находит и вот включается процесс аутофагии не в первый день как правило не во второй потому что очень модная тема молодежная это п.г. периодическое голодание или там как-то еще его по другому называют не помню они говорят что якобы сразу ну чуть ли не через 12 часов включается процесс аутофагии нет это неверно потому что он не может элементарно включиться потому что у нас запасов уже доказано кстати еще еще давным-давно доказано запасов гликогена где-то дня на два а то и на три но бывают даже случаи что и на больше как выясняется в практических процессах так вот эти спины смыслами что я говорила п.г. это самое периодическое голодание это очень полезная вещь безусловно то есть очень хорошо что это стало модным потому что она во-первых работает вместе с нашим организмом то есть на тех самых инсулиновых циклах то есть ты питаешься в тот момент когда работает инсулин естественным образом и остальную часть дня ты не питаешься не перегружаешь поджелудочную железу не перегружаешь собственно не заставляешь клетки получать резистентность к инсулину то есть это замечательная вещь но на болотофагии я не уверен что там включается она сразу через 12 часов что если ты к примеру в сутках ешь как мы сейчас питаемся к примеру ты ешь сколько это с 12 до 6 я ем 6 часов и 18 часов голодаешь не знаю честно говоря потому что этих товарищей ученых добиться от них какой-то реальной информации очень сложно они там зацикливают тоже на своих каких-то изучениях без остановки и очень здорово что это все пропагандируется все это пошло в молодежь это замечательно я смотрю еще 20 лет тому назад когда я говорила что я голодаю на меня смотрели как на сумасшедшую а теперь уже каждая вторая девушка с губами рассказывает что проголодала три дня но это замечательно это замечательно что люди наконец-то начинают понимать где собственно польза и где ее искать и где уверен во всей этой пропагандии жуткой и так мы понимаем что каким не что а каким образом включается процесс алтофагии то есть как только прекращается доступ питательных веществ будь то белки будь то углеводы включается собственно процесс алтофагии это мы понимаем и именно на этом моменте я все время говорю что я не совсем понимаю как может быть на какой-либо кето к примеру диете или на какой на каких-то либо физических упражнениях как может включаться процесс алтофагии если мы питаемся один фиг мы ездим белки все равно каким-то образом нам попадают углеводы он просто физически не может включиться хотя товарищи ученые говорят что что может ну так вот то есть мы понимаем как каким образом включается процесс алтофагии и таким образом он выключается нам тоже надо понять то есть а выключается естественно совершенно образом когда к нам начинает поступать любое питание то есть белковое либо углеводное питание моментально в ту же секунду выключать даже там то есть и даже не количественный фактор а сам факт попадение одной молекулы глюкозы к примеру или белками за выключает процесс алтофагии то есть организм говорит ура 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 меня кормят все мне не нужно мне не нужно где-то там искать резервы поэтому именно поэтому у меня к этой теме очень интересный большой интерес потому что во-первых никто до сих пор не говорит из этих самых товарищей ученый ученых никто до сих пор нам не говорит как долго он может продолжаться например если я буду голодать целый год или рекорды мы знаем триста 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 восемьдесят два дня рекорд голодания человек с каким-то безумным весом голодал он занесен в аналог так сказать голодателей до сих пор не говорят сколько по времени происходит процесс аутофагии некоторые теперь говорят что он происходит максимально эффективный процесс аутофагии происходит неделю другие говорят что максимально эффективный процесс аутофагии происходит две недели дальше говорят значит что как будто бы на 3 карны 4 если вы долго голодаете там месяц что это ужасно бессмысленно, потому что он начинает есть какие-то уже совсем не те дела, но я считаю, что это тоже как-то очень странновато, так как мы знаем, есть у нас уже рекорд человек, который 382 дня голодал. То есть, если бы там что-то происходило дефективное какое-то и неправильное, нелогичное, он бы умер, я думаю, да, у него бы съела бы там все полезные клетки организма, ничего такого не происходит. То есть, лично на моем примере 68 дней я голодал, ничего у меня организм не съел. Пугает тем, что начинает питаться мышечной тканью организм? Тоже нет, потому что точно так же там проводились какие-то исследования, я не помню, года 3, может 4 тому назад читала, не помню сейчас уже ни имен, ни конкретных данных этого исследования, но там была суть в том, что как раз изучение было на тему того, что на тему подъедания мышечной массы. Вот там измеряли, приборами там, всеми этими делами измеряли, ни грамма, человек голодал месяц, ни грамма мышечной ткани у него съедено не было. Да, и вот здесь вот, кстати, сразу вспоминаются эти самые, как они называются, пранаеды наши господа, в которых я не верю, потому что, я не верю, потому что, вот честно, если бы я была пранаедом, я бы первое, что сделала, первое, что сделала я, не питаясь едой или там год хотя бы, да, или два, я бы пошла во все абсолютно больницы, во все инстанции, я бы писала там во все крутейшие университеты, институты, которым этим занимаются, возьмите, возьмите меня, вот я ничего не ел. Эти пранаеды, они прячутся там, придумывают массу каких-то духовных вещей, ах, у вас тут аура не та, ах, я не могу, чтобы меня иголками тыкали, ах, вы на меня влияете, дура, короче, и здесь, в этом контексте вспоминается очень хорошо про наедение, к примеру, да, когда мы, когда я задаю вопрос сама себе и той информации, которую я читаю, сколько, сколько работает эта самая аутофаги, то есть получается, если пранаеды ничего не едят, огромное количество лет, не то чтобы там месяцев, как Джазмухин, например, сколько там, уже лет 15, наверное, она втирает, что она пранаед в теле совершенно женщина, или наши эти, Зинаида Баранова, еще какая-то там новая появилась, не помню, как ее зовут, толстые тетеньки, рассказывающие, что они у нас пранаеды, но касаемо аутофагии, вот если ты пранаед, то есть получается, что аутофагия у тебя работает постоянно, то есть ты все время там что-то уничтожаешь, и вот сколько это работает, я не совсем понимаю, и информации, как я говорю, найти не могу, то есть чтобы конкретно сказать, вот у нас включилась аутофагия на третий день, и там через три недели выключилась, или через неделю она выключилась, все, она съела, все ненужное, или она продолжает это есть все бесконечно, вопрос остается открытым, мне очень интересно, но вопрос до сих пор открыт, вот так вот. Ну, собственно, в каком контексте я вообще говорю об этой самой аутофагии, я говорю в контексте того, что меня постоянно задают вопрос, постоянно, это каждый, буквально чуть не через комментарий меня спрашивают, а как вы относитесь к голоданию по марве огня? Боже, я уже писала об этом много раз, и отвечала уже много раз, и там в постах на тему сахара я об этом говорила, и во многих в общем постах, вот давайте теперь осуждать, мы понимаем, мы понимаем, что процесс аутофагии отключается в момент отключения внешнего питания, конкретно углеводов, белки у нас там отдельная тема, бог с ними, но конкретно углеводов, то есть как только они поступают в организм углеводы, через какое-то время включается процесс аутофагии, собственно, для чего нам нужен голод этот, нам этот голод нужен для того, чтобы он убивал все дефективные наши и неправильные клетки, злокачественные, там еще какие-то клетки у нас существуют плохие, вот для этого, то есть мы используем голод именно для процесса аутофагии, а теперь вспоминаем, что у нас есть в голодании помарьи огонят, это в течение дня питье воды с одной или стакан воды с одной или двумя ложками меда, и там этих стаканов то ли 10, то ли 12 в день, боже, я вот в этой вот в одном из постов своего сахара писала, там и считала эти цифры безумные совершенно, там получается до 700 грамм в день меда, это скажите мне, пожалуйста, каком вообще блин голодание может быть делить, когда мы питаемся одними углеводами, во-первых, не включается собственно полезный и нужный нам процесс аутофагии, он вообще не может включиться в принципе, потому что поступает внешняя глюкоза, зачем ему искать резервы, зачем ему уничтожать какие-то там дефектные клетки, если мы постоянно едим этот мед ложками в течение голодания, это раз, да, во-вторых, зная уже опять же вот об этом ролике инсулиновый индекс, который я делал, зная опять же о том, как быстро организм расслабляется и начинает засахариваться и начинают возникать проблемы с инсулином, то есть это вообще получается полный бред, мало того, что мы не имеем никакой пользы от голодания, так мы еще имеем сплошной вред, потому что мы убиваем эту самую систему нашу работы инсулина, в организме, то есть понятно, мое отношение к этому понятно. И касаемо этих самых голоданий на меду, голоданий в меду, все, мы же знаем, что вся наша патогенная и вредная флора, бактерии, злокачественные клетки, новообразование, все это дело питается только глюкозой, только абсолютно глюкозой и ничем больше, то есть когда мы проводим это голодание, получается, что мы кормим, вместо того, чтобы работала в нас аутофагия и убивала эти самые злокачественные и патогенные вещи в нашем организме, мы вместо этого мы делаем совершенно наоборот, питаясь на голодании чистыми углеводами и чистейшей фруктозой практически, это у нас мед. Мы поступаем в абсолютно, идем в абсолютно противоположное направление, вместо пользы здоровью мы приносим какой-то сплошной совершенно вред, подкармливая все патогены вместо того, чтобы убивать их. Точно так же и выход из голода на соках, это такая же хрень, как и голодание по марве огонянке, потому что ты только что боролся, боролся, у тебя клетки отдохнули, поджелудочная отдохнула, инсулин не работал, все это замечательно, и выходя из голода мы шарахаем его ударными дозами сахара, поджелудочная в обмороке, инсулин подпрыгивает, сахар скачет, это же кошмар, это бредовая совершенно тема, и голодание по марве огонянке, и выход из голодания на соках, это совершенно, я не знаю, это подрастрельная, реально для меня это подрастрельная статья, потому что это какой-то специально, как это называется, боже мой, как это называется, саботаж какой-то специальный, тема уничтожения человека, хотите уничтожить человека, заставьте его голодать по марве огонянке, выходить еще после на соках, и все, и вы его доконаете через десяток лет точно. Ну так вот, вот об аутофагии, собственно, я в этом ключе и говорю, что бессмысленно, на голоде мы должны пить только воду, никаких питательных веществ нам не должно поступать, там, как бы можно пить кофе, потому что в нем не замечено ни белков, ни углеводов, ни вообще ничего, там только эфирные масла и микроэлементы, и чай, как говорят, то есть, я не знаю, я нигде не видела изучений на тему травяных составов, то есть, содержит ли трава углеводов, не содержит ли, я честно не знаю, потому что я нигде эту информацию не видел. Это единственное, что мы можем, ну и, собственно, вода чистая, это единственное, что мы можем пить на голоде, для чего? Для того, что мы понимаем, да, уже три раза сказала, еще раз скажу, что процесс голодания нам нужен только ради этого процесса аутофагии, собственно, для уничтожения всех дефектов в организме, длительность, вот, ну, непонятная длительность совершенно мне, потому что данных тоже нет, все зациклились сейчас на максимум двух неделях, дальнейшие изыскания никто не проводит, нет, нет, я не нашла никаких исследований на тему, там, людей голодающих тридцать дней, там, сорок, о, это сварился мой бульончик, кстати, выключил свои бульончики, нет никаких изысканий на тему того, сколько долго продолжается, ну, я уже говорила, да, не совсем понятно, длится он длительное время этот процесс аутофагии, или он действительно там первую или вторую неделю будет работать, непонятно, но мы, мы во всем этом мы должны понимать, то есть из каждой, из каждой какой-то научной теории мы должны выносить самые, самые, собственно, зерна, то есть аутофагия нам нужна для того, чтобы избавляться от болезней, собственно, процесс голодания, и, и все, как бы, и, и, и вследствие всего этого, мы понимаем, что ничего лишнего не должно поступать, почему нельзя пить то, нельзя делать то, есть или еще что-то, то есть только вода, грубо говоря, и вот он наш сплошной плюс. Еще читала одну интересную тему, это было много лет тому назад уже, ну, как бы много, много-немного, потому что лет 7, может в 11-м году, я не помню, может в 10-м, может в 12-м, когда только появилась информация о теломерах, собственно, почему мы стареем, типа, обнаружили, что мы стареем из-за того, что у нас укорачиваются теломеры, это, теломеры, это на наших хромосомах есть такие, как бы наросты на всех четырех концах, вот это, собственно, теломеры есть, и с годами они перестают, как бы, сначала они растут, пока мы молодые, а потом они останавливаются, и в какой-то момент они начинают сокращаться, что, собственно, и когда мы умираем, там они совсем вроде бы как исчезают, говорят, да, нашли эту тему, что вот и якобы из-за этого это, собственно, тот самый наш стопор, который не дает нам жить вечно. И тут же следом обнаружили фермент теломеразу, которая, если добавлять его, как бы, в ардонизм, потому что она с годами перестает вырабатывать этот фермент, что если добавлять эту теломеразу, как бы, извне в организм, то теломеры не то чтобы там останавливаются в своем сокращении, а даже вроде бы как начинают заново нарастать. Ну и вот в этом контексте я тогда читала это все, сказала, о, ну это все, сто лет пройдет, пока это все там внедрят, и пока это станет доступно, или там эти таблетки с теломерами будут нереально по миллиону продаваться, нет, оказалось, там буквально через два года какая-то фирма стала выпускать уже, не буду называть ее название, потому что это не реклама у меня здесь, стала выпускать напитки, там многие вещи различные, с этой, собственно, с этой теломеразой там расписывают чудесные эффекты, я сама на себе еще пока не пробовала, но хочу, не дешево это удовольствие, но хочу попробовать, какие будут эффекты. Ну, собственно, почему я говорю об этих теломерах и теломеразе, тогда же приблизительно в те же годы, буквально, ну, там как появилась информация об этом всем, я читала, что проводили эксперименты на тему голодания, и что во время голодания якобы организм точно так же после голодания вырабатывает эту самую теломеразу, вместе, вот мы же знаем, собственно, феноменальный эффект нашего тела после голодания, когда мало того, что плюс у нас существует аутофагия, которая сначала уничтожает все дерьмо, которое у нас там скопилось, да, и после голодания, через неделю, причем не важно, голодали вы неделю, голодали вы три недели, голодали вы там два месяца, это неважно, через неделю после выхода из голодания включается процесс усиленный, причем выработки стволовых клеток, то есть то, что там сожрал организм, все эти дефекты надо восстанавливать, и у нас в экстренном порядке выбрасывается огромное количество стволовых клеток на замену поврежденных частей и так далее. И вот этот самый эксперимент с теломеразой выяснилось, что вместе с стволовыми этими клетками еще и вырабатывается активнейшим совершенно образом теломераза, собственно, этот фермент, который поддерживает теломеры в жизненном состоянии. То есть я не могу, конечно, сказать, достоверно это или нет, потому что больше я нигде этой информации ни разу не видела, но тоже интересно. Вот, собственно, как бы и весь разговор. То есть аутофагия, сколько ее там усолят в интернете, она, конечно, прекрасна, усолить ее можно до безобразия, но этот процесс придумывать там, что во время питания кето-диетой или физкультурой включается аутофагия, это глупость, но потому что мы питаемся и имеем питательные вещества извне, нет организму нужды ни в каком, вообще ни в каком виде питаться этими самыми дефектными своими клетками, когда у него прекрасная чистая еда идет снаружи. То есть я в это, лично я в это не верю. А процесс аутофагии, как вы поняли, нам нужен только для одного. Чтобы понимать, как он включается, мы поняли, как он выключается, мы поняли, как он работает, мы поняли. Единственное, что для этого нужно, это какое-то время голода и отсутствие поступления каких-либо питательных веществ. Все. В этом контексте вот единственное, что я хотела сказать об аутофагии, что много там рассуждать-то, собственно, и не о чем вообще. И когда ты это понимаешь, тогда гораздо интереснее тебе самому голодать на самом деле. Когда ты знаешь, что, о, я вот сейчас неделю поголодаю, и у меня через 3 дня, на 4 дня мы включим целую аутофагию, это замечательно. Какую-то часть мертвых дефектных клеток у меня это съест. Через неделю у меня начнут вырабатываться стволовые клетки, там, телами раза может быть даже. Непонятно. Но это вот. Ради этого нужно знать, потому что это я так считаю. Считаю я это дополнительная мотивация, например, когда ты знаешь, что ты не ешь, твой организм прекрасно оздоравливается. Причем бесплатно, без хирургических вмешательств мы устраняем кучу болезней и вообще оздоравливаем организм. Там есть очень много, кстати, информации на тему, что в момент аутофагии каким-то образом волшебным происходит еще омоложение, но там еще пока недоизучено все, поэтому я об этом не буду пока говорить. Не совсем все понятно, но сам факт, что он действительно омолаживается, но после голода, когда вырабатываются, то есть, стволовые клетки, это есть омоложение организма, он весь возобновляется. Раньше же была эта тема с тем, что вводили донорские стволовые клетки, но там чужие клетки оказались нехорошими совсем и там много побочных эффектов оказалось, отказались вроде как от этого, не знаю, но по крайней мере на слуху этого нет. А тут у нас волшебный, совершенно замечательный способ саморегуляции, самовосстановления, самооздоровления, самоомоложения. Все. И это процесс аутофагии во время голода и дальнейшее улучшение организма. Вот собственно все, что я хотела сегодня сказать, потому что ну не о чем там больше разговаривать, не о чем там мусолить, какие там дела, кого уничтожают, кто куда, не о чем. Все. Поэтому на сегодня все. Про голод я себе сказала, да, что 5 килограмм в 100 грамм потеряла за это дело. Посмотрим дальше, через неделю посмотрим, сколько килограмм вернется на моем прекрасном питании, замечательном. Дай бог не вернется вообще ничего, как я надеюсь. Все, давайте, да. До следующих встреч. Ставьте лайки, потому что это очень, очень нужно для развития канала. Подписывайтесь, потому что если канал, там такие правила на ютубе, если там не ставить лайки, не подписываться, он там нигде не высвечивается, умирает. В общем, если вы хотите, чтобы я свою информацию даю на силу отдала, ставьте лайки, делитесь пожалуйста, перепащивайте, рассказывайте друзьям, подписывайтесь. Пока-пока. Всем здоровья, любви, радости и благоденствия. Чао.